Здравствуйте! Сегодня 17 августа и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Макси Форекс. Вчера в фокусе внимания мировых рынков оказалась новость о том, что по результатам роста ВВП во втором квартале Япония официально перестала быть второй по величине мировой экономикой, уступив этот статус Китаю. Комментируя это событие, агентство Bloomberg подчеркнуло, что Китай отказывается на данном этапе продолжать приобретение краткосрочных американских облигаций, предпочитая диверсифицировать свои валютные резервы в пользу европейских активов. Это поддержало на вчерашних торгах единую европейскую валюту и вызвало подъем ее курса относительно доллара США. Пара смогла подняться от азиатских минимумов на 1,2734 к максимальному дневному уровню 1,2870, но здесь восходящий импульс у газ и подъем пары прекратился. Сейчас евро торгуется в узком боковом диапазоне между 1,2870 и 1,2804. Мы предполагаем новую попытку пары евро-доллар протестировать на пробой верхнюю границу этого диапазона. Если пробой удастся, последует восходящее движение в направлении 1,2905 и далее к 1,2983. Если же пробой не подтвердится, пара возобновит снижение целевым уровнем 1,2734, 1,2697, 1,2611 и ниже. На вчерашних торгах британский фунт в паре с долларом США активно корректировался к предыдущему снижению, следуя за динамикой единой европейской валюты. Спрос покупателей на фоне роста основных биржевых индексов в Европе и Великобритании позволил паре укрепиться до уровня 1,5710. Но здесь покупательская активность ослабла и дальнейшая торговля по британской валюте перешла в боковой диапазон вблизи вчерашнего максимума. Выход пары из этого диапазона и определит направление сегодняшней торговли. В случае пробоя верхней границы пара попытается преодолеть следующий ценовой уровень, отмеченный активностью продавцов, на отметке 1,5726, а затем, возможно, и 1,5827. Если пробой диапазона в верхнюю сторону не удастся, возобновится снижение пары целевым уровнем 1,5630, 1,5587, 1,5535 и далее в направлении 1,5435. В экономической статистике вторника Великобритания опубликует индексы потребительских и розничных цен за июль месяц. Показатели останутся, по всей видимости, на уровне предыдущих значений. Евросоюз представит итоги платежного баланса за июнь, который, вероятно, покажет снижение дефицита текущего счета, а также данные по индексу экономических настроений инвесторов. Целый блок показателей будет опубликован сегодня в США. Среди них количество разрешений на строительство нового жилья и объемы нового строительства, объем промышленного производства, загрузка производственных мощностей и индексы производственных цен. По всем этим показателям ожидается рост по сравнению с предыдущими периодами. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Forex.